Всем привет! С вами канал 20fps. Сегодня мы посмотрим бой на французском премиум тяжелом танке восьмого уровня ФЦМ 50 тонн. У нас карта Ласвель, стандартный бой, без арты, что немаловажно. Как и на встречном режиме поедем в город. Без арты можно поехать в ущелье, но там пол лота проходимости никакой, тем более ФЦМ картонный танк, поэтому нечего там делать. Куда можно поехать, таким как Т-34, Т-29 с крепким пашкой, там от углов поиграть. Тем временем появляется первый засвет, пытаюсь по нему отработать. Девяностик наш подсвечивает, но он что-то подсказывает, что долго он там не проживет. Бежит Т-34, делаю по нему шот. Далее выцеливаю Девяностика. Он что-то там где-то то ли за камнем, то ли в ложбинке. Не могу его выцелить. Наш Девяностик погибает. Мы остаемся из-под света. Обратите внимание на миникарту. Часть у нас команды уехала в ущелье. Часть тяжесть стоят на этом бугорке, пытаются там все отстреляться. Горк, никто не верит. Между делом ломаю домик, чтобы пытаюсь просветить хотя бы Т-34. Если я высвечу, но хотя бы Т-34 просветить. У меня ничего не получается. Тут замечаю, что сзади вражеский бульдог прорывается на нашу сторону. Если он меня сейчас подсветит, то я тут наверное долго не проживу. Благо наши чажи справляются, забирают его. Наконец-то Т-34 кто-то подсвечивает. Езжаю за куст на 15 метров. Пытаюсь по нему отстреляться. Тут ловлю лампочку. Пытаюсь назад оттянуться. Замечаю, что вражеские тяжи уже проехали город, уже езжает к нам. Выезжает Т-10. Даю ему уборку. Не согрелись на нашу лору, забирают ее. Вместе с бульдогом. Это действие разворачивается. Пытаюсь тут как-то прижаться к домикам. Не даю ему последний шот. Забираю, один враг есть. Сзади меня группировка танков как стояли, так и стоят. Город надо подчищать. Депись продвигается. Нужно как-то помочь. Кликаю на миникарту. Пытаюсь призвать их, чтобы они подъехали в город. Но я так понимаю, что все там не спаляется. Тем временем подсвечивает Т-34. Он шутный, надо его забирать, чтобы он не накидывал нам уборку. Делал уж выстрел. Не попадаю. Второй мимо. Третий промах. Да как так? Все-таки его АМХ-30 забирает. Опускаю взгляд на миникарту. Вижу, что подъезжает два тяжа. Вафля здесь перестреливается с ружкой. Надо ружке помогать. Упереляю в них фугасом. Пробитие. Пока на перезарядке надо дать еще один шот. Фугас нормально ходит. Слышали это? Броня не пробита. Куда я попал? В ствол или куда? Не знаю, как я. Умудрился ее не пробить фугасом. Но все-таки второго забрали. Вижу японца. Сразу заряжаю под калибр. Ружка наша от него погибает. И я его добираю. Вижу АМХ-30, попадается солншество. Нужно ему срочно помогать. Ружка, которая погибла от японца. Материца в чате. Ругает тяжей. Не знаю, кого именно. Даю шот ИСУ. Пока думаю, что он на перезарядке. Надо дать второй. И добираю четвертый фраг. Четвертый готов. Сейчас бы мне, наверное, нужно было ехать в сторону их и базы. Попробовать зайти в спину тем, кто в ущелье. Но я почему-то принимаю решение вернуться к своей базе. Подтягиваемся на базу. У нас девяностик противник светился в кишке на центре. Но он, по мне, не стрелял оттуда. Так что я понимаю, что его там нет. Вопрос, где он? Либо он сейчас через горы зайдет к нам в спину. Либо он отправился туда же в ущелье. Наш 43-й проезжает по кишке и никого не находит. Вот 43-й нашел 90-й, почему-то он у них на базе. Там он, наверное, ждал, что мы как раз приедем через город. А мы вернулись на свою базу. Замечаю, что наш МХ-30 сначала двигался в нашем направлении, но потом сворачивает. И уезжает по кишке в направлении их и базы. Я понимаю, что у нас здесь остается только трое. И начинаю нервничать. Заряжаю подкалибер, чтобы наверняка 103-го башню пробивать, потому что ББ-шб вряд ли его пробью в щеке. Здесь уже не до фарма. Одна надежда сейчас на то, что МХ-30 и Е25 зайдут им в спину и помогут нам, потому что в краем мы здесь вряд ли их сдержим. Они начинают поддавливать. Я же тем временем пытаюсь откатиться дальше-назад. Ну вот, не бокса нашего забрали. Мы нас с Тигром остались здесь вдвоем. Ручки уже трясутся. Бездаясь в вертухи. Не пробивая 103-го. Пытаюсь выцелить что-то, опять не получается. Наши тем временем забрали там 90-ка. Кидаю на ходу КВ-3-го. Забираю его. Это пятый фраг уже. Здесь индейец на меня сагрился. Тигр стоит посреди поля. Он никому не нужен. Этот индейец начинает охотиться за мной. Смотрите, что сейчас будет происходить. Наши забирают сушку. И, наверное, надо было бы им вернуться сразу на захват базы. Они что-то там менежуются. Непонятно, то ли они к нам едут, то ли они просто там стоят. Нас с Тигром здесь убивают. И вот видите на мини-карте, что происходит. Они доехали до середины и поехали обратно. Мэйкс-30 с чип база. И они с Е-25 выдвигаются на захват. Еще раз повторяю. Ручки тряслись уже к тому моменту. Стреляю на окна, чтобы никуда не попадаю. Вот видите, индейец вылезает. Ему не нужен Тигр, он хочет убить меня. Не знаю, чем я ему так понравился. Тигр на характере стоит посреди поля. Индейец опять вылетает и целится только в меня. Вставляет мне 16 хп. Тигр его забирает. Все, остался 11-3. Но у меня два подкалибра. И всего лишь 16 хп. Тигр тоже что-то немного там. Стреляю, пытаюсь в лючок ему выцелить. Не попадаю. И вот смотри, что сейчас происходит. 103-й отстрелялся. Пытаюсь его поймать на перезарядке. Выкатываюсь в наглую. Стреляю ему через каток с уроном. А он в ответ меня не пробивает. Если бы он меня сейчас пробил, то для меня бой закончился. Я уже расслабился. Стреляю второй раз и без урона. Но все-таки ставлю точку в его лючок. И это воин. Я думаю, вы понимаете, какое было у меня напряжение в тот момент. И в награду за все это мой второй мастер на FCM 50 тонн. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok